Здравствуйте друзья, в этом обзоре мы с вами рассмотрим еще один микроволновый датчик присутствия из экосистемы Tuya Smart с ZigBee интерфейсом. В отличие от датчиков движения, которые являются пассивными устройствами, ничего не излучают самостоятельно и просто обнаруживают изменения в уровне инфракрасного излучения, такой датчик присутствия является активным радаром. Он излучает микроволновые сигналы и затем анализирует отраженные от объектов сигналы на наличие изменений. Когда в зоне действия датчика появляется движущийся объект, например человек, это приводит к изменению частоты отраженных микроволн из-за эффекта доплера. Если все объекты неподвижны, то отраженные сигналы будут стабильными и предсказуемыми. Относительно мифов о вреде здоровью. Микроволновые датчики для домашнего использования имеют очень низкую мощность, значительно меньше чем у микроволновых печей или мобильных телефонов и намного ниже уровней способных вызвать тепловое воздействие или другие вредные эффекты. Подробнее далее в обзоре, а перед тем как мы начнем, прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могло найти больше людей, интересующихся темой умного дома и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Тип устройства Микроволновый датчик присутствия. Интерфейс ZigBee. Рабочая частота радара 5,8 ГГц. Угол обнаружения 110 градусов. Дистанция обнаружения от 0 до 10 метров. Диапазон рабочих температур от минус 10 до 55 градусов Цельсия. Питание USB-C 5 вольт. Размер 72 на 72 на 31 миллиметр. Вес 98 грамм. Поставляется устройство в белой картонной коробке с его изображением на фронтальной части. Эта модель имеет характерный внешний вид и не похожа на свои аналоги. На боковой части есть отметка по типу используемого интерфейса. Правда я встречал только Wi-Fi и ZigBee в продаже. Еще немного информации о содержимом есть на небольшой наклейке в нижней части коробки. Вот все что нашлось внутри. Сама коробка слабо защищена от невзгод транспортировки, но продавец позаботился о хорошей упаковке и все приехало в целости и сохранности. Как я уже сказал, датчик является активным устройством работающим по принципу микроволнового радара, поэтому ему необходимо стационарное питание, тут используется стандартный USB-C разъем. Крепление. Датчик устанавливается на съемную пластиковую платформу, которая крепится к поверхности при помощи пары комплектных саморезов или двустороннего скотча. В стандартной комплектации не предусмотрено изменение угла наклона или поворота. Небольшая инструкция, которая идет в комплекте на двух языках, китайском и английском. Тут есть все, что необходимо для установки и использования устройства. Что бросается в глаза, необычная конструкция устройства. Большинство таких датчиков внешне выглядят намного проще, про некоторые я уже делал обзоры, ссылки в описании. А этот напоминает какой-то глаз робота или что-то в этом роде. На задней стороне находится крепление для установки на съемную крепежную платформу и кнопка сброса. Она применяется для перевода датчика в режим сопряжения, удерживаем пока диод на фронтальной части не начнет мигать. Что касается размеров, напомнив 72х72х31мм, то так датчик выглядит в сравнении с популярными датчиками движения Sanofi Acara. Кроме этого, герою обзору еще будет подводиться кабель питания. А это в сравнении уже с датчиком присутствия Acara FP1. У меня есть еще один датчик и для Туя, но его довольно тяжело снимать с его места. Как он установлен, можно посмотреть мое видео, ссылка в описании. Часто спрашивают по потреблению такого датчика. Вот замер в онлайне, чуть более 16 сотых ватта. Во время тестов я использовал такую конструкцию с Powerbank. В стандартном режиме работы он через некоторое время отключал порты из-за слишком низкой мощности. Перейдем к логической части и традиционно начнем с штатной системы управления Tuya Smart. Для подключения нужен ZigBee шлюз. В данном случае я использую Neo NAS ZV05B0 с поддержкой Apple HomeKit, ссылка на обзор в описании. Датчик переводится в режим сопряжения после первого включения. Если этого не произошло, тогда держим кнопку сзади, пока не начнет мигать светодиод. Далее шлюз обнаруживает новое устройство и подключает его. Плагин характерный для датчиков такого типа. В верхней части отображается статус присутствия, под ним ряд параметров. К ним относятся данные от сенсора освещенности, настройки радара и дальность до обнаруженного объекта. Из меню в самом низу экрана можно просмотреть журнал срабатываний датчика, список автоматизаций, в которых он участвует, сейчас пока нет ни одной, и режим, который называется подтверждение окружающей среды. Он активируется в случае, когда в зоне обнаружения могут находиться какие-то объекты, на которые может реагировать датчик, колышущиеся шторы или листья растений. В таком случае система будет пытаться это фильтровать. Настройки датчика представляют собой ряд параметров. Чувствительность, время обнаружения и длительности присутствия, минимальное и максимальное расстояние, последняя опция будильников не работает. Кроме ручной установки каждого из этих параметров, можно выбрать одну из предустановленных сцен. В тех, что предназначены для детекции малоподвижных объектов, кроме максимальной чувствительности радара повышают длительность присутствия. Это время от момента последнего обнаружения движения, до перехода в статус присутствия не обнаружены. Чувствительность регулируется по шкале от 0 до 9. 0 можно применять например в автоматизациях, это по сути отключит датчик. Значение нужно подбирать экспериментальным путем. Это время от фактического обнаружения движения до перехода датчика в статус активно. Я говорю движение, потому что на полностью неподвижные объекты датчик реагировать не будет, так как отраженные сигналы не будут отличаться друг от друга. Поэтому в зависимости от применения, нужно установить интервал длительности присутствия. Это время в секундах от момента, когда датчик последний раз обнаружил движение до перехода в статус неактивно. Для реагирования достаточно совсем небольшого движения, дыхание и моргание глаз к ним не относятся. Минимальная дистанция обнаружения. Это порог, при установке которого датчик не будет реагировать на объекты, которые по его мнению находятся ближе установленного значения. И соответственно максимальная дистанция. Оба значения регулируются в пределах от 0 до 10 метров. Этот диапазон также настраивается экспериментально для того, чтобы датчик не реагировал на ненужные движения. Это очень актуально с учетом того, что радар датчика работает в том числе сквозь стены. Я провел небольшое тестирование датчика в условиях максимально приближенных к реальности. Вот он установлен на штативе с питанием от Powerbank. Момент съемки и фактическое расстояние до него чуть больше 5 метров. На левом скриншоте данные полученные в этот момент. Расстояние плюс-минус соответствует реальности. Скриншот посередине снят в момент, когда я подошел к датчику на расстоянии полутора метров. Затем я замер и некоторое время не шевелился. Отраженные от меня волны возвращались к датчику без изменений, поэтому через некоторое время он перестал обнаруживать присутствие, хотя я все еще находился прямо перед ним. Но стоило мне чуть шевельнуться, как он снова стал активным. Затем я расположил датчик перед межкомнатной стеной, ее толщина порядка 15 сантиметров в материал кирпич. Сам стал с другой стороны стены. Фактическое расстояние до датчика было около полуметра. Датчик обнаружил меня, сначала показав расстояние около 5 метров, но постепенно уменьшив где-то до полутора. Так как я стоял без движения, через некоторое время он меня потерял, но как только я сдвинулся с места, среагировал снова. После этого я поставил его возле своего рабочего места на расстоянии вытянутой руки. Один из рассматриваемых кейсов использования для него это отключение настольной лампы после того как я ухожу. Я установил настройку у радара на значение 5, остальные параметры не трогал. В этом режиме по моим наблюдениям он уверенно держит мое присутствие при работе за ноутбуком. Продолжение тестирования будет далее уже в разделе посвященному zigbee2mqtt. Теперь перейдем к автоматизациям. Датчик может работать и в качестве триггера для их срабатывания, и в качестве действия. В первом случае доступны три варианта. Срабатывание по данным датчика освещенности, больше меньше или равно заданного значения. Аналогично, но уже для значения расстояния до обнаруженного объекта. И наконец основной триггер присутствие. В разделе действий как ни странно вариантов больше. При помощи автоматизации можно менять все основные настройки датчика. Чувствительность радара. Дистанции минимального и максимального обнаружения. Включать и выключать режим подтверждения окружающей среды. Изменять время от момента обнаружения присутствия до срабатывания датчика и время от последней детекции присутствия до отключения. Можно устанавливать один из готовых режимов работы. Все это позволяет гибко управлять датчиком в зависимости от внешних условий, день-ночь, режим дома, отсутствие охраны и т.д. В меню настроек устройства все стандартно, версия прошивки, объединение в группы, доступ для других аккаунтов. О совместимости с другими системами управления ничего не сказано. Но перед тем как отключить устройство от шлюза, я все-таки проверю что смогу. Для работы системой Google Home необходимо разово добавить через меню совместимо с сервисами Google в свой аккаунт Tuya Smart. После этого все устройства которые совместимы с ней, будут пробрасываться автоматически. Герой обзора очевидно несовместим, так как ничего на него похожего я в списке устройств не обнаружил. Совместимость с HomeKit я проверяю при помощи соответствующей интеграции Home Assistant, которая использует тот же протокол. Все что может работать с оригинальным Apple HomeKit будет работать и тут. Я обнаружил какое-то безымянное устройство, не помню чтобы видел его раньше. Но в нем ничего кроме идентификации нет, да и та при нажатии никак не воздействует на датчик. Вывод, с Google Home и Apple HomeKit датчик не работает. Пока датчик еще подключен к шлюзу, проверим его работу в Home Assistant через штатную облачную интеграцию Tuya. В ней он уже есть, но с ограниченной функциональностью, датчик присутствия и настройки дальности и чувствительности. С другой стороны, полная функциональность в таком случае все еще доступна в приложении Tuya Smart. Теперь время отключить датчик от шлюза и перейти к альтернативным способам управления. Начнем с штатной для Home Assistant интеграции ZHA. В качестве координатора у меня используется USB ZigB Stick Sonoff E на модуле EFR32MG21. Датчик обнаружился, однако уже на этом этапе видно, что объектов для управления тут нет. Так и оказалось. Кроме технических сущностей, в Home Assistant ничего не появилось. В разделе информации видим, что датчик выполняет роль роутера, то есть увеличивает емкости покрытия ZigBee сети. Теперь перейдем к ZigBee2MQTT. У меня установлена актуальная на дату тестирования версия 1.33.2, координатор Sonoff ZB Dongle P на модуле CC2652P с прошивкой от 7 мая 2023 года. Датчик обнаружился и подключился. Официальная поддержка есть, все работает без необходимости установки внешних конвертеров. Информация об устройстве. Как я и сказал, датчик является роутером, что логично, так как он использует стационарное питание. Так что кроме прямой функции, он выполняет и дополнительные задачи по передаче данных и подключению других узлов сети. Страница экспозиции. Тут есть все те же данные и параметры, которые мы рассмотрели в приложении Tuya Smart. Уровень освещенности, обнаружение присутствия, дальность до объекта, настройки чувствительности дистанции и времени и даже 4 предустановленных режима. Вот герой обзора на карте сети с синей роутерной связью. При подключении новых устройств его можно указывать как узел для принудительного сопряжения. В самом Home Assistant объекты попадают через интеграцию MQTT, которая подключается к Mosquito Broker. В принципе тут все то же самое, что мы уже видели. За присутствие отвечает бинарный сенсор, который может принимать статус включено или выключено. На его базе и строится автоматизация. Как я и сказал ранее, продолжу тестирование. Это обнаружение присутствия меня за рабочим местом. Пока я был на месте, датчик меня не терял, пока я специально не ушел на некоторое время, чтобы проверить отключится ли он. Далее я поставил самый чувствительный из предустановленных режимов Слиппинг, в котором кроме максимального уровня 9 для радара, устанавливается длительность удерживания присутствия в 5 минут. Кстати, сразу после изменения настроек, датчик теряет присутствие, но почти сразу обнаруживает его вновь если конечно есть что обнаруживать. Датчик был установлен на высоту примерно полтора метра и направлен на диван по диагонали. Расстояние до ближайшего угла дивана около двух метров. В этом случае было совмещено приятное с полезным тестирование датчика с просмотром фильмов. Датчик за это время ни разу не терял присутствие. Но вот что касается обнаружения спящих, то как видно на этом графике, он несколько раз терял присутствие, даже на этом уровне чувствительности. Все-таки хоть какое-то движение ему время от времени нужно. В целом датчик неплохой, в среднем ничем не хуже и не лучше своих аналогов, но выделяющийся своим внешним видом. А с учетом того, что мне удалось его поймать на лимитированном предложении менее чем за 9 долларов, вообще отличный. Часто спрашивают, реагирует ли такой датчик на небольших домашних животных. Прекрасно реагирует, если они попадают в зону его чувствительности, так что имейте в виду. На этом все, надеюсь что видео было вам полезным и интересным. Буду благодарен за ваши лайки, они способствуют его продвижению на youtube. А если вы не хотите пропускать новые обзоры и уроки, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео вы найдете ссылки на все необходимые ресурсы, магазины где можно заказать этот датчик, на обзоры, упомянутые и соответствующие этой теме, а также на мой телеграм-канал, страницу фейсбук и группу для обсуждения вопросов по умному дому. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира.